Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психхард ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему девизу «Заоживых, оплакив и мертвых, разбивая молнии» мы рассказываем о самых насущных проблемах не только психиатрии, но и, например, неврологии. Сегодня мы будем говорить о постинсультной астении, точнее, о постинсультной утомляемости, потому что на самом деле слово «астение» здесь, скажем, в зарубежной литературе используется нечасто, скорее, это утомляемость. Почему это важно именно для нашей страны? Ну, это важно именно для нашей страны, потому что только в нашей стране существует удивительное явление. У нас никто не знает, из-за чего возникают инсульты. Между прочим, основным врагом головного мозга является артериальная гипертензия. Но у нас даже и не знают многие люди, что у них есть артериальная гипертензия. А даже если они знают, что у них, вот если взять число страдающих артериальной гипертензии, вы будете удивлены, ну, примерно в Соединенных Штатах и в нашей стране все одинаково. Но в Соединенных Штатах большинство осведомлено о том, что у них есть артериальная гипертензия, и лечат артериальную гипертензию. У нас знают очень и очень мало, меньше, чем страдают, собственно говоря. А уж лечат, эффективно лечат, конечно же, в общем-то, не так уж много людей. Это говорит о том, что артериальная гипертензия в нашей стране – это очень и очень важная проблема. Но еще раз говорю, никто не знает, что эта проблема бьет прежде всего по головному мозгу. Уж что только не делают. Берут больных с артериальной гипертензией, делают им специальное МРТ, сравнивают с поражением, частотой поражения сердца и почек, и оказывается, что головной-то мозг поражается в два раза чаще, чем сердце и почки, но ВОЗ и ныне там. Вот очень часто на МРТ видят различные очаги, которые называются в белом веществе лейкариоз. Там происходит изменение белого вещества. Вот это изменение белого вещества – характернейший пример того, как действует артериальная гипертензия. Просто разрушает белое вещество головного мозга, подкорку разрушает головного мозга. Это всем известно за рубежом, но это мало известно в нашей стране. И когда больные видят, что у них там творится на МРТ, они очень удивляются. Никто это с артериальной гипертензией никак не связывает. Ну и в конце концов, конечно же, возникают инсульты. Инсульты возникают по нескольким проблемам. Это непосредственное поражение головного мозга мы с помощью артериальной гипертензии. Мы об этом рассказывали, как это все происходит. Но это еще и опосредованно. Вот это опосредованно более тяжелая вещь. Это когда нарушается работа сердца, происходит изменение ритма сердца, нарушается ритм в предсердиях, возникает фибрилляция предсердия. Они беспорядочно сокращаются, образуется тромб, который стреляет в головной мозг. Это причина тромбоэболического инсульта головного мозга. У нас очень много инсультов, потому что у нас, еще раз говорю, артериальной гипертензией мало кто толком занимается. Хотя должны заниматься все врачи и неврологи должны этим заниматься, и кардиологи, терапевты, и психиатры тоже должны этим заниматься, но, к сожалению, не занимаются. Что же такое инсульт? Инсульт – это гибель нейронов. И вот эти погибшие нейроны восстановить практически невозможно. Мало того, что гибнут нейроны, то есть практически вообще невозможно. Нейроны погибли, все, они умерли, поезд ушел. Но дело в том, что связи между нейронами еще нарушаются. Это тоже очень тяжелое последствие любого инсульта, потому что, просто говоря, очаг этого инсульта, он грубо разрушает связи между различными участками головного мозга. А без этих связей головной мозг работать не может. И вот здесь возникают самые различные жалобы, и частой жалобой является жалоба на физическую умственную утомлявость. Ну, казалось бы, значит, многие думают, ну вот кровозлияние или ишемические инсульты, ишемические инсульты чаще, чем кровозлияние раза в четыре. Так вот, ишемические инсульты, из-за того, что там эмбл прошел, закупорил сосуд, возникло омертвение некроз тканей. Так вот, это тяжелая, понимаете, это очень тяжелая болезнь. Закономерно, что человек после этой тяжелой болезни утомлен, он устал, но надо обязательно знать, еще раз говорю, что происходит при этом в головном мозге. А при этом в головном мозге происходит падение активности различных нейронов. Не только потому, что поражаются, скажем, ядра этих нейронов, то есть там, где, собственно говоря, основная часть этих нейронов. Нет, просто нарушаются связи между нейронами. А что такое нарушение связи между нейронами? Лишние нейроны головному мозгу не нужны. Если нейрон потерял связи, он перестал работать, перестал работать как член команды, то он просто уничтожается. И в результате падает активность многих нейрональных систем. Нам важно несколько систем нейронов. Одна из них называется дофаминовой. Обратите внимание, это двигательная регуляция. Есть области головного мозга, которые занимаются преимущественно двигательной регуляцией, но в головном мозге нет четкой локализации. То есть вот есть преимущественная локализация функции, но дело в том, что весь мозг участвует в регуляции движений. И падение активности дофаминовых нейронов, все это сказывается на регуляции тонких движений, на начале, собственно говоря, то, как движение начинается. Вот это все нарушается. Конечно, нарушается активность норадреналиновых нейронов. Это и есть, собственно говоря, остыни или утомляемость. Любая высокая активность быстро заканчивается, потому что человек утомляется. Этот человек после инсульта, я не знаю, кто видел, даже если у него нет порезов, то есть у него нет нарушений, которые связаны с поражением двигательных нейронов, все равно он двигается медленно, он заторможен. Этому человеку трудно соображать, у него трудности с переключением внимания. У этого человека мысли текут очень и очень медленно, ему очень трудно продумать мысль, одну и ту же мысль до конца, а ведь ему надо на самом деле двигаться. Почему ему надо двигаться? Потому что ему надо реабилитироваться. Потому что каждый день очень и очень важен, потому что если есть какие-то нарушения движения, вследствие того, что погибли нейроны двигательной коры, и он нормально организовать свои движения не может, есть специальная аппаратура, которая ему помогает, которая помогает взять на себя оставшимся нейронам эти функции хотя бы до некоторой степени, но это все достигается путем достаточно тяжелых тренировок, а человеку трудно двигаться. Мешает человеку двигаться постинсультная боль. Очень распространенная вещь, очень распространенная жалоба, которая возникает из-за того, что повышается активность нотсинцептивных болевых систем, снижается активность тормозящей гаммкорргической системы. Обратите, пожалуйста, внимание, что есть целый ряд жалоб здесь, и головные боли, где только не болит после инсульта. И все это мешает человеку двигаться. Что же такое постинсультная боль? Мы уже говорили об этом в предыдущем нашем ролике. Пожалуйста, посмотрите. Постинсультная боль сейчас. Вот это двуглавый дракон. Падает активность гаммкорргической тормозящей системы, которая должна боль давить. Глутаматные нейроны, наоборот, активизированы. Они усиливают боль. Так вот, мало того, что у человека изменяется активность гаммкорргической системы, глутаматная, дофаминовая, норадреналин, в результате вот этого рассогласования связей между различными нейронами, еще раз говорю, вот погибли нейроны у человека после инсульта. Это не значит, что гибель нейронов прекратилась. Гибель нейронов будет продолжаться достаточно долго, потому что будут уничтожаться те нейроны, которые оказались без рабочих связей. Они все равно будут выбраковываться. И мы должны их обязательно загрузить путем создания различных синаптических связей с другими нейронами. Мы их должны загрузить, чтобы они остались живы. Но самое интересное, что ведь кроме этого есть еще целый ряд эмоциональных проблем, которые связаны с нарушением настроения и тревогой. И вот здесь очень важно понять, вот откуда берется тревога у больного после инсульта. Вот что это такое? Это какое-то самостоятельное тревожное расстройство или это реакция человека? Скорее всего, это реакция человека. Обратите внимание, очень интересное исследование. У того возникает тревога и депрессивные мысли, у кого более высокая степень инвалидизации, то есть ты стал инвалидом, более низкие, худшие когнитивные способности, труднее соображать, больше проблем со сном, больше болей, больше нарушений движения, тогда больше тревоги и больше депрессивных мыслей. свидетельствуют о том, что вот эти эмоциональные нарушения являются прямым следствием инфаркта, инсульта головного мозга, а не какой-либо, ну скажем, иной патологии. Это очень и очень важно. И здесь на самом деле человеку что бояться? Смотрите, страх падения, страх начала движения. Это очень все серьезно. Вот видите, человека поднимают, его фактически надо заново очень часто учить ходить. И все это сопровождается определенным страхом. Надо вам сказать, что симптомы тревоги, которые встречаются у больных, которые перенесли инсульт, они очень многообразны. И, соответственно, они не сводятся только к страху падения или невозможности наладить свою жизнь. Человек после инсульта думает, а что будет с ним дальше? Как он будет жить? Сможет ли он приспособиться? Но они бывают и вегетативные, различные нарушения, связанные с учащенным сердцебиением, учащенным дыханием, потливостью, куча различных симптомов тревожно. И вот возникает такая простая вещь. А вот чем вот это состояние лечить? Еще раз говорю, сложное состояние. Утомляемость, тревога, боли, необходимость заниматься какими-то движениями, необходимость тренировать движения, необходимость восстанавливать навыки и невозможность начать это движение. Вот это все пытаются лечить. Чем пытаются лечить? Ну и первое, что приходит на ум, это, конечно, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. И вот здесь очень интересное исследование. Это исследование, видите, целое сообщество под названием Афинити, они сделали очень и очень интересное исследование. Они сделали исследование флуоксетина у больных, перенесших инсульт. На самом деле, честь им хвала, и они четко доказали, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина в таких состояниях у больных после инсульта не действуют. Почему не действуют селективные ингибиторы обратного захвата серотонина? Еще раз говорю, речь не идет о депрессиях, о депрессивной болезни, которая возникает у больного, который перенес инсульт. Это другое дело, мы об этом говорили раньше. Сегодня мы говорим о реакциях человека. Почему не действуют селективные ингибиторы обратного захвата серотонина? Ну, хотя бы потому, что селективный ингибитор обратного захвата серотонина, они повышают серотониновую активность. А повышение серотониновой активности, это основной механизм действия, сопровождается, как ни странно, серотонин это все-таки тормозящий нейромедиатор в центральной нервной системе, блокируется выделение дофамина и норадреналина в префронтальной коре. Вот нас все пишут и спрашивают, где падает активность дофамина и норадреналина под действием серотониновых препаратов в префронтальной коре, так считает профессор Штефан Сталь. В результате что получается? Падение активности норадреналина и дофамина ведет к апатии, к потере целеустремленности, к нарушению внимания, к падению продуктивности мышления. И конечно же это все очень и очень плохо сказывается, вы помните, да, падение активности дофаминовых нейронов, падение активности норадреналиновых нейронов, причем еще раз говорю, нарушаются связи между различными участками коры. Из-за этого активность снижается, мы дополнительно эту активность поддавливаем. И ведь самое интересное, что флуоксетин, кто знает, является наиболее щадящим из всех препаратов, ну может быть за исключением флуоксамина, в отношении дофаминовых и норадреналиновых нейронов в коре. Почему? Потому что он сам блокирует серотониновые рецепторы второго А и второго С типов и не дает развиться вот этому эффекту тормозящему серотонину на префронтальную корову. И тем не менее, даже флуоксетин все равно здесь не хорош при лечении этих состояний. Надо вам сказать, что еще целый ряд побочных эффектов. Ну, во-первых, усиление беспокойства в начале лечения. Когда вы лечите пациента, который не страдает каким-то соматическим заболеванием, он страдает только тревожным расстройством, то ты ему просто объясняешь, ну вы, пожалуйста, потерпите 2-3 недели и, скорее всего, усиление беспокойства у вас пройдет. У вас нарушен сон, нарушится, может нарушиться сон, но, опять же, скорее всего, через 2 недели это все, опять же, пройдет. Тошнота и рвота, ну вас может потошнить, но вы можете принимать этот препарат вместе с пищей, опять же, тоже все, как правило, пройдет. Но это все хорошо, когда вы имеете дело со здоровым человеком. А здесь вы имеете дело с больным человеком, который перенес инсульт, у которого и так огромное количество проблем. Ему, конечно же, дополнительные проблемы в плане переносимости не нужны. Поэтому, на самом деле, вот здесь при лечении постинсультной утомляемости, постинсультной астении, конечно же, лучше всего использовать препараты, которые хорошо переносятся. Но самое главное, лучше всего использовать препараты, которые обладают эффективностью. Потому что вот нас все время отравят на то, как мы относимся к тонутробам. Никак мы не относимся к тонутробам. Мы относимся к определенным препаратам, которые имеют механизм действия. Вот, например, препарат под названием анвифен. Доказано, что анвифен увеличивает активность дофаминовых нейронов в стриатуме. Это очень и очень хорошо показано в ряде исследований. И, соответственно, а что такое функция стриатума? Это программирование и инициация движений. Это запуск автоматизированных движений. Это соотношение, согласование произвольного и непроизвольного компонента движений. То есть, собственно говоря, стриатум – это область, которая специализирована на движениях. Повышая активность дофаминовых нейронов, мы помогаем человеку начать движение, мы помогаем человеку начать тренировки, мы помогаем ему снять усталость. А как же норадреналиновые нейроны? Обмен активность, обмен, собственно говоря, дофаминовые и норадреналиновые нейроны, они тесно между собой связаны. Обратите, пожалуйста, внимание, там есть связи через регуляторные рецепторы, мы о них как-нибудь обязательно расскажем, это очень и очень интересно. Но есть и другие связи, которые связаны с тем, что дофамин, с дофамина непосредственно образуется норадреналин. Если повышается активность дофаминовых нейронов, то возрастает содружественно и активность норадреналиновых нейронов. Во всяком случае, можно на это рассчитывать. Соответственно, у нас с вами препарат анвифен, который повышает активность дофаминовых и норадреналиновых нейронов, по крайней мере, гипотетически. Что еще? Мы уже много раз об этом говорили, не буду повторяться. Действие анвифена при лечении постинсультной боли, потому что двойное антиглутаматное действие. Препарат активизирует, фактически имитирует активизацию гаммкаргической системы. Там сложный достаточно механизм действия. Но мы о нем рассказывали много раз. Посмотрите, пожалуйста, эти ролики. Как бы то ни было, еще раз, мы снижаем активность глутаматной системы, повышаем активность гаммкаргической. Все это очень хорошо для лечения постинсультной боли. Мы уже говорили о том, что идея использовать анвифен при восстановлении больных, принесших инсульт, эта идея, к сожалению, очень хорошая. Но эта идея пришла, к сожалению, почему не ко мне в голову пришла. Она пришла в голову вот этим латвийским ученым. Пожалуйста, можете эту статью прочитать. В общем, мне действительно жаль. Мне всегда очень хочется, чтобы, если есть какие-то хорошие идеи по применению препаратов, то эти идеи принадлежали бы мне. Поэтому я считаю, что в этой ситуации, конечно, лучше использовать анвифен, а не селективный ингибитор обратного захвата сертани. Очень важно, очень важно, что только препаратами здесь не обойдешься. Мы уже говорили о тренировке, о том, что больного надо поднимать, о том, что больного надо разубеждать, о том, что с больным надо беседовать. Ну, на самом деле, очень и очень важно, мне кажется, такое высказание. Я сам человек нерелигиозный, но высказывание архимандрита Кирилла Павлова, оно мне кажется очень и очень дельным и очень подходит. Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни посты и ни поклоны. Значит, вот, а как узнать, что у пациента есть тревога, есть переживания, которые связаны с его заболеванием, связаны с инсультом в данной ситуации? Конечно же, если ты с этим человеком, у тебя нет времени поговорить по душам, у тебя нет возможности как-то в этом отношении его раскрыть, это все очень и очень сложно, но тогда можно опираться на литературу. Хотя бы помните, что человек, который перенес инсульт, у которого есть порезы, есть параличи, есть функциональные последствия инсульта, все равно даже и нет этих последствий. Это тяжелое заболевание головного мозга, которое сопровождается реакцией. И вот, конечно же, обязательно нужно хотя бы помнить об этом и хотя бы поговорить, хотя бы немножко внимания уделить тому, как пациент будет жить с этими проблемами. Причем нужно давать совершенно четкие указания. То есть вот для этого, собственно говоря, и служат школы, когда больных сажают и им рассказывают, как они должны действовать в той или иной ситуации. Почему я это говорю? Это столь же важно, как и лечение медикаментозными препаратами. А может быть даже и более важно, почему я так говорю. Ну, потому что я вместе с кардиологами сделал исследование ШАНС. Это общество специалистов по сердечной недостаточности российское. Это была школа амбулаторного наблюдения больных с сердечной недостаточностью. Отбирались тяжелые больные с сердечной недостаточностью. Они не лечились никакими психотропными препаратами. У них была выраженная тревога и депрессия. Так вот, что в результате происходило. Значит, если было обычное лечение сердечной недостаточности по рекомендациям, которое дополнялось структурированным рассказом о том, как нужно жить с ХСН, то есть, что делать при тех или иных симптомах, несколько дополнительных звонков по телефону с возможностью лишнего визита позволяло достичь ремиссии тревоги и депрессии у двух третей пациентов. Поэтому, конечно же, столь же важно, как и медикаментозная терапия, может быть, еще раз говорю, более важно, это, конечно же, еще и с больным разговаривать, конечно же, его обучать, конечно же, его тренировать, конечно же, его реабилитировать. Ну вот, об этом мы с вами еще и поговорим. Конечно, мы на этом рассказ о том, что делать с больным после инсульта, не заканчиваем. Как всегда, в конце нашей лекции мы просим вас, пожалуйста, становитесь спонсорами нашего канала, пишите нам комменты, они нам очень-очень важны, ставьте лайки, хотите и дизлайки, это не так в суть важно, главное, обосновывайте свою позицию, почему вы так делаете. Пожалуйста, становитесь подписчиком нашего канала, для нас это очень важно, где вы узнаете такую еще информацию, ну и хотите облагодарить нас за этот ролик, вы можете найти реквизиты счета в его описании. До новых встреч!